Присмотр и уход Она состоялась 27-28 октября 2011 года Форум приняла Российская Академия Наук В конференции приняли участие ведущие российские и зарубежные ученые Специалисты в области дошкольного образования Представители федеральных и региональных министерств и ведомств Представители педагогического сообщества регионов России Эта конференция не случайна Она идет в контексте тех тенденций, в которых участвовало московское образование И вот на протяжении целого ряда лет Эта потребность реальная, она не придуманная Эта потребность реальная для дошкольных работников Потому что дошкольное образование сейчас становится предметом образовательной политики Это предмет интересов многих людей в нашей стране И главное, что это очень большой ресурс развития нашего общества Вот первая международная конференция по дошкольному образованию В организации, в которой мы принимали активное участие Она, на наш взгляд, совершенно необходима Потому что у образовательного научного сообщества На мой взгляд, очень много уходит сейчас времени на политику На завоевание тендеров На написание различных бумаг То есть настолько все перегружены различной работой Но не научной На научную работу у всех остается очень мало времени На научное, профессиональное общение Нам кажется, что необходимо создавать площадки Там, где могли бы ученые, специалисты общаться Вне политики, вне каких-то проблем Насколько это возможно А думая в первую очередь о научном развитии дошкольного образования О детях Вот для этого проводится вот эта конференция Сейчас все мы живем в условиях подготовки Нового правового поля в области образования Обсуждаем очень широко и с педагогами, и с родительской общественностью И с общественными деятелями новый законопроект об образовании И вы наверняка знаете, что и дошкольному образованию Как одному из уровней теперь уже общего образования Там уделено то же самое пристальное внимание То есть все-таки, как было заявлено О непрерывности образовательно-воспитательного процесса О непрерывности это начинается она именно с дошкольного возраста То есть естественно, что первые воспитатели это родители Но как только ребенок подходит к возрасту двух месяцев Он уже имеет право на то, чтобы получать дошкольные образовательные услуги Начиная с двух месяцев Я бы сегодня выделила такие три основные принципа Которые очень важно вернуть в дошкольное образование И сделать его, собственно говоря, личностно ориентированным Первое, это то, что дошкольники должны быть неотделимы от младших школьников В периодизации психического развития показано, что дети младшего школьного возраста Гораздо больше похожи на дошкольников, чем отличаются от них И все то, что ребенок приобретает в дошкольном возрасте Нужна в его реализации А его приводят в школу, говорят, все, хватит играть Хватит заниматься продуктивными видами деятельности Надо переходить к новому общению и взаимодействию И ребенок вольно-невольно начинает вообще все то, что он должен делать в школе То есть учиться, обучаться учиться Обучаться школьному содержанию Он начинает подменять игру и детским видом деятельности Он играет в школу Он ходит в школу не учиться, и учится там не учиться А ходит туда получать отметки, общаться с учителем Играть с детьми и так далее, и так далее, и так далее Поэтому вот то, что было 15 лет назад Возникло очень много таких комплексов Детский сад, начальная школа А сейчас их осталось считанные Мне кажется, что это очень эффективно Причем как для детей дошкольного возраста Так и для младших школьников Потому что если мы хотим решить проблему преемственности Как вы передо мной поставили То надо менять не только дошкольников Или не столько обучение дошкольников Сколько обучение младших школьников Я встретил здесь людей, увлеченных процессами обучения и образования Я понимаю, что достаточно часто учителя хотят работать с эмоциями ребенка Делать так, чтобы детское сообщество напоминало семью Поэтому я учу людей думать Как учит нас история, мы должны ставить эмоции на второе место Это не означает, что они исчезают Но мы должны учиться ставить их на второй план Дошкольное детство детские психологи считают Периодом формирования базовых свойств личности В это время ребенок впервые начинает устанавливать отношения Вне своей семьи, с миром взрослых Детство, оно очень значимо Как ребенок проживет это детство Радостно, эмоционально Одновременно с познавательными интересами Которые у него обязательно У ребенка же ведь есть свои потребности В признании как личности В познании Потребность в общении Как с детьми, так и со взрослыми И эта потребность в общении, она меняется в каждом возрастном его этапе Есть поговорка такая старая Вот ребенка надо воспитывать, когда он лежит поперек А когда вдоль уже поздновато Вот детство, раннее, дошкольное детство Это ключевой момент развития человека И здесь, конечно, ресурсы, которые вкладываются У него очень важны С учетом, что очень сильная дифференциация происходит И культурная, и экономическая Вот это расслоение, оно начинается не когда-то А начинается сразу Вот ребенок рождается, и уже сразу идет это расслоение Поэтому здесь социальные меры, педагогические меры поддержки Очень важны именно вот на этом раннем этапе К сожалению, это один из серьезных недостатков нашей образовательной и социальной политики Но дошкольное образование, особенно оно стало заметно вот после 90-го года Роль дошкольного образования, когда вот произошел процесс преобразования нашего общества И на первых этапах дошкольного образования не придавалось большого значения И даже случилось так, что многие дошкольные образовательные учреждения, особенно ведомственные Были закрыты И оказалось, что дошкольное образование это существенная часть вообще жизни нашего общества Дошкольное детство это уникальный период Но знаете, мы очень часто говорим, что дошкольное детство это уникальный период Но не так часто мы говорим о том, что же надо сделать, чтобы этот уникальный период Привнес с собой уже в то детство, которое будет связано с дальнейшим развитием и уходом в школу То, что он может получить, причем при самых минимальных даже стараниях Хотя сказать это было бы неправильно все-таки Потому что чем меньше ребенок, тем больше он требует внимания И тем более высокой квалификацией должен быть педагог Нужны ли дошкольному образованию стандарты, подобные тем, что внедряются в школах? Этот вопрос стал одним из основных вопросов форума Напомним, что на сегодняшний день в дошкольном образовании они не предусмотрены Но эта тема поднимается все чаще и чаще Насколько она актуальна для этого периода становления личности? Мнение мое таково, что, конечно, стандарты в дошкольном образовательном учреждении не нужны Потому что стандартизация это довольно жесткая рамка И введение на сегодняшний день стандартов начального образования уже высветило Всего два месяца, как они введены Но уже высветило ряд серьезных проблем И одна из этих проблем, наверное, ключевая Неготовность школьных учителей, учителей начальных классов Работать в рамках стандарта И я боюсь, что с этой же проблемой столкнется и дошкольное образование Хотя здесь ситуация будет еще гораздо более серьезной Потому что стандарты дошкольного образования никто сейчас не разрабатывает Их нет, не было И на сегодняшний день их никто не разрабатывает Если закон примут, скажем, как предполагается, весеннюю сессию Думскую весеннюю сессию 2012 года Мы будем поставлены перед фактом отсутствия каких бы то ни было стандартов Раз, широкого педагогического обсуждения, их два Отсутствие апробации этих стандартов на пилотных, скажем, регионах Или в пилотных учреждениях И мы просто будем, окажемся вне какого-то правового поля Поэтому, конечно, введение стандартов – дело исключительно серьезное Требует серьезного подхода в думчивой проработке стандартов Внедрение их апробаций И, конечно, мне кажется, вот такое поспешное решение Оно может только навредить дошкольному образованию На сегодняшний день существуют федеральные государственные требования Которые приняты два года назад в России Это требования к условиям и к программам И я считаю, что этого на сегодняшний день вполне достаточно Для того, чтобы образовательные учреждения функционировали на достаточном уровне качества Следовательно, введение стандартов – вопрос, конечно, преждевременный Он, возможно, возникнет через какое-то количество лет в России Но сегодня, мне кажется, все-таки рановато Образование вообще и дошкольное образование в частности В последнее время стало привлекать особенно пристальное внимание Со стороны широкой общественности Дискуссионные площадки объединяют специалистов-теоретиков и практиков И главное для подобных встреч – не только выявление самых актуальных проблем Но и обмен опытом Знаете, очень хотелось бы увести в регион те новые идеи И те новые, может быть, практические наработки С которыми поделятся и коллеги из других регионов И наши ведущие ученые Очень хотелось бы трансформировать то, что сегодня будет услышано, увидено И переложить на конкретную практическую деятельность Потому что всегда очень важно, когда теория и практика, они идут рука об руку И когда то, что делается нашими учеными, оно потом интерпретируется И трансформируется в практической деятельности И непосредственно уже используется педагогами, педагогическими работниками, родителями Это очень важно Такой спрос сейчас даже у родительской общественности На то, как им подходить к воспитанию детей Кто им в этом может помочь Поэтому вот в том числе и вопросы, ответы на эти вопросы Хотелось бы увести с собой Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны Так говорил Антуан де Сент-Экзюпери Какой будет эта страна, зависит от взрослых Все слушались ОСИР Первое Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...